Приветствую, уважаемые трейдеры, с вами я Мария Кухта и вы смотрите свежие видео с торговыми идеями, а также с анализом моих предыдущих публичных торговых рекомендаций. Ребят, я напомню, что данное видео выйдет для моего ютуб-канала Марии Кухта Трейдер сегодня, в субботу 28 октября и продублируется на ютуб-канале компания Маркетс в понедельник 30 октября. Также хочу напомнить о том, что я веду ежедневные обзоры рынков, то есть стараюсь вести ежедневно, но если ситуация остается прежней, то в таком случае видео возможно выйдет там раз в 2-3 дня. То есть если что-то меняется, записываю соответствующее видео. Все рынки я анализирую по своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Если есть соответствующая какая-то хорошая торговая информация, я обязательно все это для вас озвучиваю на своих обзорах и даю торговые рекомендации. Если по инструменту ничего нет, говорю, что инструмент сейчас возможно там в движении, либо же ситуация не торговая, то есть нужно еще подождать. С этой позиции озвучиваю свое мнение по инструменту, говорю, на что нужно обратить внимание, какие перспективы могут нарисоваться в случае, если инструмент покажет ту или иную дальнейшую картинку. То есть делаю анализ инструментов основных финансовых в соответствии со своей стратегией. Я анализирую топовые инструменты из основных рынков. Как правило, это валютный рынок, это металлы, золото, серебро, фондовые индексы, также анализируя криптовалютный рынок, биткоин, эфир, а также нефть и газ. Это стандартный перечень инструментов, ребят, но я уже неоднократно говорила, что если у вас есть вопросы по каким-то другим инструментам, которые вы торгуете и которые вам интересны, вы можете задавать вопросы в комментариях под моими видео. Пишите тикеры этих инструментов в комментариях, и обязательно буду разбирать их на своих следующих обзорах. Так, значит, поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал Мария Кухта Трэдер для того, чтобы всегда получать хороший контент аналитический с анализом основных финансовых инструментов, с точками входа, если такие есть. Допустим, на своем последнем обзоре я советовала покупать металлы, золото, серебро. По этим инструментам у нас были хорошие торговые формации, которые я озвучила, которые я, в принципе, проанализировала, то есть кому интересно, посмотрите. Также светло покупать евро-доллар. Евро-доллар у нас еще в четверг и неплохо отработался до конца в пятницу, в принципе, локальная отработка по евро есть, поэтому будьте подписаны на мой YouTube-канал Мария Кухта Трэдер, всегда будете получать как апдейты моих предыдущих публичных торговых рекомендаций, так и торговую аналитику со свежими торговыми идеями. Ну что ж, ребят, давайте приступать к сегодняшнему обзору, и сегодня я бы хотела все-таки сакцентировать внимание на три инструмента. Первый инструмент – это валютная пара евро-доллар, посмотрим перспективу евро. Есть торговые идеи по этим инструментам, в том числе и по валютной паре евро-доллар. Также хочу определить хороший паттерн по металлу серебро, и также рекомендую еще нефть марки Brent покупать. Сегодня проанализирую эти инструменты, расскажу, какие перспективы у нас рисуются по этим инструментам, и также озвучу свою позицию и озвучу, соответственно, свои ожидания по поводу евро, по поводу серебра и нефти марки Brent. Это первый блок обзора. И второй блок – это мы с вами рассмотрим мои предыдущие публичные торговые рекомендации, которые я давала на прошлых выходных. То есть было видео, которое я назвала торговые идеи. И в рамках видео с названием «Торговые идеи» я уже даю непосредственно торговые рекомендации. Сегодня у нас тоже будут торговые идеи, ребят. Ежедневный обзор рынков – это, в принципе, обзор основных финансовых инструментов. То есть это вторая рубрика, которую я веду, как я уже сказала. Но в рамках ежедневных обзоров могут быть также торговые рекомендации. Поэтому кто внимательно смотрит мои ежедневные обзоры, вы также можете увидеть те инструменты, на которые я делаю акцент и которые я вам предлагаю торговать. Ну что ж, давайте начинать. Итак, первый инструмент, на который я хочу обратить ваше внимание сегодня – это валютная пара евро-доллар. Как я уже сказала, я еще на своем последнем видео, которое вышло на моем YouTube-канале Marie KuchtoTrader, а именно в четверг, 26 октября. Евро на тот момент у нас торговался фактически на своих локальных минимумах, возле отметки 1.0530. Я вам посоветовала рисково покупать евро. Отработка локальная есть, то есть мы, в принципе, неплохо выкупились и в четверг, и в пятницу показали. Еще-таки такой локальный интродэй рост по валютной паре евро-доллар. И давайте посмотрим дальнейшую перспективу, сохраняется ли у нас лонговая перспектива. По евро я считаю, что да. Ребят, я вам предлагаю дальше, дальше открывать покупки по евро. То есть если вы еще не открывали по моим публичным торговым рекомендациям, можете сейчас это делать. Подробный разбор валютной пары евро-доллар я сделала в прошлом видео, которое есть в свободном доступе на моем YouTube-канале Marie KuchtoTrader. Можете посмотреть, кому интересно. Обзор рынков на 26-27 октября. Там довольно подробно я рассказала, почему считаю, что евро у нас в перспективе будет расти. Проанализировала картину по евро с позиции своей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Рассказала, на какие моменты нужно обращать внимание. Поэтому сейчас вкратце только скажу, что евро-доллар. Я продолжаю рассматривать в лонг. Их у нас нет от медлангового сценария. Наоборот, у нас сейчас картина подтверждается. Сейчас валютная пара евро-доллар у нас находится на этапе коррекционного падения по отношению к основному защитному движению. Как свежие защитные движения по евро я определяю импульс наверх, который у нас начался 16 октября, закончился 23 октября. Импульс наверх, который сейчас является для нас заходным. То есть, если мы анализируем валютную пару евро-доллар, это сейчас заходной лонговый импульс, после которого видим коррекционное снижение. Да, в идеале хотелось бы увидеть перекрытие, то есть импульс наверх дневной. Но пока этого не случилось, пока попытка была у нас сделать это перекрытие в пятницу, но все-таки чуть-чуть задавили цену вниз. Но я считаю, что несмотря на закрытие пятничной дневочки, у нас здесь ничего не меняется. Поэтому, ребят, евро-доллар продолжаем покупать выше откатного уровня поддержки 1.0530. Можно из текущих пробовать работать в лонг с целью на достижение сопротивления 1.0670, 1.0695, ценовая зона сопротивления. А там дальше буду смотреть. То есть буду сопровождать свою торговую рекомендацию в следующих видеообзорах, которые будут выходить в рамках рубрики «Ежедневный обзор рынков». Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал «Мария Кухтотрейдер» и будете всегда получать апдейты по моим торговым рекомендациям, а также анализ основных финансовых инструментов. Так, по евро позицию свою озвучила. Евро-доллар, кто покупал еще ранее в четверг, потому что евро у нас, когда я записывала видео, когда я опубликовала свое видео на YouTube-канале «Мария Кухтотрейдер», 1.0530 и максимум 1.0590. Ну, в принципе, неплохая такая локальная отработка у нас произошла. Дальнейшую перспективу по евро озвучила. То есть сейчас не буду останавливаться на причинах, почему рассматриваю ланги. Посмотрите, я все очень четко проанализировала в своем последнем видео. Видео еще раз, которое вышло на 26-27 октября на моем YouTube-канале. Смотрите, если интересно, если есть какие-то вопросы, можете задавать в комментариях. Значит, свою позицию по евро-доллару я озвучила. Поэтому евро дальше ланги выше откатного уровня поддержки 1.0530 с целью на достижение ближайшего сопротивления 1.0670. И дальше у нас максимумы. Это следующая ценовая зона сопротивления максимума текущего месяца в районе 1.0695. Так, еще один инструмент, на который я хочу обратить ваше внимание сегодня, ребят, это серебро. А вот серебро у нас уже неплохо отрабатывает. Мы публичную торговую рекомендацию в лонг. В четверг на обзоре, на том же обзоре, ребят, обзор рынков на 26-27 октября, я советовала покупать серебро. На тот момент серебро у нас торговалось фактически возле уровня 22.7 поддержки. В давлении вниз немножечко находилось, но я сказала, что рисково можно покупать серебро с текущих. И вот есть у нас уже отработка. Текущая картина. Сохраняются ли у нас лонги? Да, у нас лонги сохраняются. Более я скажу, что у нас пячинная дневочка. Это уже фактически перекрытие коррекционного снижения. То есть уже есть хороший торговый паттерн для работы в лонг по данному металлу. Поэтому серебро открываем лонги. Выше откатного уровня поддержки 22.7. Возможно, с текущих будем расти. А возможно, еще как-то будем добирать торговые позиции в рамках пятничного лонгового движения. Но, тем не менее, перспектива для роста у нас хорошая. Поэтому по данному металлу рекомендую работать на покупку. Все шансы для того, чтобы отработать данный лонговый паттерн у нас присутствуют. Как защитное движение по серебру у нас выступает импульс наверх, который произошел еще ранее. То есть фактически с середины октября. Вот это движение наверх – это защита лонговая текущая, которая сейчас подтверждена правильной графической комбинацией. Коррекционное снижение до откатного уровня поддержки 22.7. Перекрытие коррекции. И все шансы для того, чтобы дальше уходить наверх у нас есть. С целью на достижение сопротивления 23.4. Следующая цель для роста – это сопротивление 23.6. А там дальше будем смотреть. Возможно, в перспективе и среднесрочной будем расти по серебру. Поэтому серебро. Продолжаем работать в лонг. Ребят, кто покупал еще ранее серебро по моей торговой публичной рекомендации, которую я давала еще в четверг на своем YouTube-канале «Мария Кухтотрейдер» в рамках обзора рынков, то вы уже сейчас в неплохом профите удерживать покупки. Если еще не покупали серебро, можете это делать, потому что у нас паттерн есть, у нас хорошая комбинация есть. Все перспективы для роста присутствуют, поэтому продолжаем работать в лонг по данному металлу. Цель для роста я озвучила. Так, и еще один инструмент, на который я хочу обратить ваше внимание – это нефть марки «Бренд». Ребят, нефть точно так же, как и предыдущие инструменты, как и евро из серебро. Я еще в четверг на обзоре вам советовала покупать. На самом деле нефть пока находится на месте, то есть нефть пока находится на этапе еще такой локальной консолидации. Но все же, что у нас сейчас по нефти и чем примечательна текущая картина по данному инструменту? Нефть марки «Бренд» я считаю, что у нас собирается дальше расти в сторону своей основной среднесрочной тенденции, которая образовалась за последние несколько торговых месяцев. То есть нефть марки «Бренд» я предлагаю покупать. Можно с текущих открывать лонги вышеоткатного уровня поддержки 86.45. Есть у нас здесь торговый паттерн, ребят, который по моей авторской торговой стратегии я отобрала для вас и сейчас озвучиваю публично. Защитное движение по нефти, которое у нас произошло еще ранее, лонговое хорошее движение, которое состоится из двух фаз такого импульсного роста. Здесь один импульс наверх и потом еще немножечко у нас произошел локальный добой наверх. И это движение, которое служит для нас на текущий момент потенциальной возможностью защиты. Защита должна подтвердиться для того, чтобы дальше можно было покупать. А теперь смотрим. Подтверждается ли защита по нефти на данный момент? Я считаю, что да. Коррекционное снижение, которое перекрыто импульсным движением 25 октября, перекрытие у нас подтверждено двумя внутренними дневочками. Поэтому все предпосылки, все шансы для роста по нефти у нас присутствуют. Плюс есть поджаться наверх на дневном таймфрейме. То есть видим, что все-таки быки удерживают трендовую линию поджаться наверх на дневках, что усиливает дальнейшую лонговую перспективу по данному инструменту. Поэтому нефть покупки выше поддержки 86,5. Можно с текущих пробовать покупать, но вы должны понимать, что рынок еще может здесь добирать. У нас торговую позицию выше поддержки 86,5. По крайней мере, еще может добирать торговую позицию в рамках пятничного лонгового движения. И какие у нас цели? Первая цель для роста – это максимум месяца текущего сопротивления в районе 92. Пробиваем 92, а дальше можем расти и до 94. То есть до максимума, которые у нас образовались в месяце сентября. Поэтому нефть неплохо у нас продолжает смотреться в лунг. Я сегодня в своем открытом телеграм-канале Марии Кухтотрейдер написала, что в обзоре озвучу свою позицию дальнейшую и по евро, и по нефти. Вот сейчас вы, в принципе, услышали мое мнение по этим инструментам. Значит, лонги у нас актуальны, лонги сохраняются. Как я уже сказала, более подробный анализ евро, более подробный анализ серебра вы можете увидеть на моем YouTube-канале Марии Кухтотрейдер в моем видео последнем, которое вышло на 26-27 октября, обзор рынков. Там я довольно подробно анализировала и евро, доллары, и серебро, ну и, в принципе, нефть тоже проанализировала. Кому интересно, посмотрите. Все рынки анализируют после авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Если какие-то моменты вам непонятны, ребят, можете задавать вопросы в комментариях, обязательно буду отвечать на своих следующих обзорах. Я уже неоднократно, неоднократно озвучивала, что на рынке есть три позиции, я имею в виду графические рыночные позиции, которые я использую для понимания торговой и неторговой ситуации и для вообще понимания структуры формирования комбинации. Какие это позиции? Первая позиция – это консолидация, вторая позиция – это коррекция, которую нужно перекрывать. Я имею в виду коррекция по отношению к защитному движению. И третья позиция – это в движении. Так вот, когда инструменты в движении, я не торгую. Мои ученики понимают, о чем я говорю, то есть я подробно рассказываю на курсах обучения свое мнение по анализу инструментов, свое мнение по анализу рынков, свою позицию по анализу рынков, я бы так и сказала. Поэтому те инструменты, которые я сейчас для вас отобрала, они, в принципе, неплохо сформировали торговые паттерны. Какие именно это торговые паттерны? Если интересно, рассказываю на индивидуальных курсах обучения. Поэтому, ребята, интересует обучение. Интересует мой подход к анализу рынка. Если да, то обращайтесь, пишите мне в личку. Всю информацию по обучению предоставлю в индивидуальном формате. Все мои контакты есть под видео, поэтому пишите. Также я хочу напомнить о том, что вы можете подписаться на мой открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер», где я дублирую свои видеообзоры, как с торговыми идеями, так и с торговой аналитикой, где я делаю время от времени апдейты своих торговых рекомендаций, где я показываю, скажем, свою работу в закрытом телеграм-канале. Ну, соответственно, по поводу того, как я отбираю торговые паттерны, как я понимаю рынки, каким образом, значит, вижу тот или иной инструмент, где точка входа, какая у нас перспектива по инструменту, где нужно выставлять стоп-лосс и так дальше. То есть все это я рассказываю на курсах обучения ребят. Публично я такие моменты не рассказываю. Дальше, если интересуют торговые идеи от меня, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал «Мария Кухта». Для оформления подписки пишите в личку, все мои контакты есть под видео. Так, значит, с первым блоком сегодняшнего обзора мы с вами закончили. Теперь давайте перейдем к второму блоку сегодняшнего обзора. Это у нас разбор предыдущих публичных торговых рекомендаций, которые вы от меня получали на прошлых выходных. Но хочу сразу отметить, что кроме этих торговых идей вы также получали торговые рекомендации на протяжении недели. Торговые, в том числе и в четверг. О чем я уже говорила. Вот последнее видео обзор рынков на 26-27 октября, где я советовала покупать евро, где я советовала покупать золото, серебро и нефть марки «Бренд». Значит, это дополнительные торговые идеи, которые получают подписчики уже моего YouTube-канала «Мария Кухтотрейдер». Если говорить о торговых идеях, которые получили от меня подписчики YouTube-канала компании «Амаркетс», то это идеи, которые вышли на прошлых выходных. Это покупка евро-доллар, покупка фунт-доллара и продажа индекса доллара. Давайте разберем сейчас эти торговые рекомендации, которые, как вы видите на моем YouTube-канале, да и, в принципе, в «Амаркетс», вышли под названием торговые идеи. Конкретно торговые идеи, если есть хорошие торговые паттерны, если я понимаю торговую ситуацию, я даю торговые идеи, ребят. Давайте их разберем. Так вот, начнем с индекса доллара. Индекс доллара. Я бы советовала продавать. Продавать после закрытия пятницы 20 октября. На выходных записала обзор с торговыми идеями, в котором рекомендовала шортить индекс доллара. Посмотрите, понедельник – это уже замечательная отработка в шорт. Импульс вниз сразу с открытия понедельника. Отработка есть. Первая цель для сигнута, то есть это первая цель, которую я озвучивала на обзорах. 105,6 поддержка. Дальнейшую перспективу по индексу доллара я озвучила в прошлом видео. На своем ютуб-канале «Мария Кухтотрейдер» обзор рынка на 26-27 октября. Посмотрите, если интересно мое мнение по поводу индекса доллара. Дальше. Посмотрим евро. Евро я бы советую покупать. Покупать еще после закрытия пятницы 20 октября. И точно так же. Понедельник открывается. У нас замечательный рост по евро. Импульс наверх. В понедельник и вторник еще один добой. То есть новый хай показал у нас вторник, 24 октября, локальный, по валютной паре евро-доллар. То есть отработка публичной торговой рекомендации в лонг по евро шикарная. То же самое касается индекса доллара. Индекс доллара закономерно упал тогда, когда я советовала шортить. И давайте еще посмотрим. Фунт доллар. Это третья торговая идея, которую вы также получили на обзоре с торговыми идеями. Дикси и еврофунт. Ребят, фунт-доллар. После закрытия пятницы 20 октября советовала покупать. И посмотрите, что сделал фунт уже понедельник. Ну и вторник у нас такой еще локальный новый максимум по фунту. Фактически отработка отличная. Да, краткосрочная отработка. То есть пока не ушли наверх, скажем, более амплитудно. Но тем не менее отработка паттерна есть. Подробно я рассказала, почему советую покупать и фунт, и евро. Я имею в виду на прошлой торговой неделе. Почему советую шортить индекс доллара. Каким образом у нас повлияла, допустим, по фунт-доллару вот эта девочка пятница, закрытие пятницы. Почему до этого еще нельзя было покупать. И только после закрытия пятницы можно уже было увидеть, скажем, торговый момент по валютной паре фунт-доллар. Все это я озвучивала для вас, ребят, на прошлом видео с названием «Торговые идеи. Индекс доллара, евро доллара и фунт-доллар». Еще раз. Кроме тех видео, которые выходят на выходных и которые дублируются для YouTube-канала компании Markets, на своем YouTube-канале я записываю ежедневный обзор рынков. Если, допустим, ситуация остается на месте, если ситуация не меняется, то могу пропустить один день, то есть не записать видео. В силу того, что у нас, в принципе, все остается в силе, ничего не изменилось на рынке. Если происходят какие-то изменения, либо же делаю апдейты, либо же говорю, что вот сейчас нужно обратить внимание на такой-то момент, потому что произошла там либо отмена сценария, либо какие-то дополнительные графические информационные элементы, которые нам указывают на, скажем, продолжение формирования паттерна до набора торговой позиции, на продолжение коррекции в рамках потенциально возможности защитного движения, либо еще на основные моменты, на которые нужно обратить внимание. То есть все это я вам рассказываю на своих ежедневных обзорах. Анализирую все рынки. Еще раз, если есть вопросы по инструментам, задавайте, пишите тикеры в комментариях. Обязательно буду отвечать на следующих обзорах. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Мария Кухтотрейдер». Если интересует обучение, если интересует мой подход к анализу рынка, ребят, пишите в личку. Все контакты есть под видео. Если интересует закрытый телеграм-канал, то же самое. Пишите в личку всю информацию по подписке на закрытый телеграм-канал. Я вам предоставлю. В закрытом телеграм-канале непосредственно точки входа, сопровождение торговой позиции. Вам уже не нужно будет смотреть видео, чтобы выбирать какие-то торговые идеи от меня. Да, я уже конкретно даю торговый сигнал в закрытом канале, и вы можете сразу открыть соответствующую сделку. Потом сопровождаю торговые сигналы и пишу, когда у нас сценарий сохраняется, пишу, когда произошла отмена сценария и так далее. То есть фактически введу свои торговые сигналы в качестве сопровождения и в качестве частичной фиксации, да, и в принципе в качестве адмена сценария тоже. То есть если что-то происходит альтернативное на графике, альтернативный какой-то сценарий, я соответствующую позицию озвучиваю для вас. Также хочу напомнить, что все рынки я анализирую с позиции динамичного подхода к анализу рынка. Я смотрю, сохраняется ли картинка на тот или иной момент. То есть если у нас, допустим, фунт-доллар еще, я рассматривала лонги после закрытия пятницы, вот понедельник и вторник у нас неплохо начал расти, то на текущий момент у нас картина чуть-чуть другая по фунту, потому что у нас появилась дополнительная информация за последние несколько торговых дней, и эту информацию обязательно нужно учитывать, если торгуете фунт. Поэтому интересует мое мнение по фунту. Ребят, либо записывайтесь на индивидуальный курс обучения, все подробно расскажу, либо же подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал, если будут торговые, формироваться сигналы, в том числе и по фунт-доллару будут соответствующие сигналы давать. Пока же по фунту ничего интересного нет. То есть пока информация, которую мы с вами получили за последние четыре торговых дня, это дополнительная информация, которая требует еще дополнительных рыночных движений, для того, чтобы можно было уже увидеть подтверждение каких-то торговых моментов. И это очень важно на самом деле, потому что все-таки динамичный подход к анализу рынка позволяет прогнозировать рынок и смотреть, сохраняется ли та или иная картина в дальнейшем. То есть рынок подтверждает, картина сохраняется. Если у нас происходит отмена сценария, соответственно, нужно уже рассмотреть вариант альтернативный. То есть, возможно, формируется дилемма защиты, нужно тогда уже этот момент учитывать, если торгуете тот или иной инструмент. Возможно, без убыток перевести, возможно, зафиксировать позицию полностью и так дальше. Поэтому все эти нюансы рассказывают на индивидуальных курсах обучения. Если вам интересно, обращайтесь. Благодарна за просмотр, благодарна за то, что подписаны на мой YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер». Впредь будет еще больше интересной информации от меня с торговыми идеями, с торговой аналитикой. Поэтому, ребят, подписывайтесь. И всегда будете следить за моими прогнозами и моими торговыми идеями и торговыми рекомендациями. Спасибо за ваши комментарии, и спасибо за ваши отзывы предыдущие, за реакции. Ждут вас свежего фидбэка. Всем хорошего дня, прибыльной торговли, до скорой встречи.